Если кому попадется работа Головина, новые взгляды на теорию кровообращения и лимфообращения, обязательно купите. В чем особенность этой книжки? Дело в том, что теория кровоснабжения, кровообращения, она не рассматривалась со времен Гарвея, практически. И мы считаем, что существует первый насос, это сердце, потом мышечный насос, который помогает, но тут же возникают различные вопросы, противоречивые, а как же быть с теми людьми, которые лежат? У них же никакой мышечный насос не присутствует, а кровоснабжение нижних конечностей и все прочее. Ну вот этот Головин, задавая такие вопросы, решили поглубже посмотреть сам сосуд. И когда современное благодело, современная технология позволяет это сделать, и вдруг они увидели, что в микрососудах, в капиллярах, в венолах существует перистальтическая волна. Оказывается, движение крови осуществляется за счет перистальтики, то есть форменные элементы крови движутся по микрососудам, по капиллярам за счет перистальтики, которые там присутствуют. И вот здесь-то как раз вот это решение, вот этот подход его, а ведь у нас длина сосудистого русла 150 километров. Если взять в среднем человека роста 176, то длина его сосудистого русла 150 километров. И вот представьте себе, что если орган опустился, та же почка, натягивается сосуд, и в этом сосуде уже не наблюдается перистальтической волны. А что мы находим в животе, если орган опущен? Мы находим конгломерат, уплотнение, плотную твердую ткань. И вот как пример, когда у нас стоял темнопольный микроскоп, мы решили, так сказать, продемонстрировать одному из наших пациентов, крутому такому, как мы ему здорово помогаем. Мы берем у него вначале кровь, кровь неплохо движется, замедленно, заторможенная. В норме форменные элементы очень подвижные. Когда берем стекло, берем капельку крови, и там можно увидеть, какое движение. А тут заторможенная, кровь, естественно, мицелий грибов просматривается, который мешает движению этих эритроцитов, часть эритроцитов склеившаяся. Ну вот, потом провели манипуляции на животе, он выходит, ух, как здорово, легко, свободно, так живот классно себя чувствует. Ну, у него тут же анализ крови, а потом человек, который сидит на диагностике, а там вместо ожидаемого результата, ах, он же себя чувствует здорово, а там наоборот, огромное количество деформированных эритроцитов, стоячее болото, как будто мы навредили. Ну, естественно, мы сразу начали говорить, что опыт не удался, что там вот чего-то там не получилось, но вроде как все. Отвлекли человека, отвели его от этого темнопольного микроскопа, все. А дальше начали рассуждать, а что же. А с другой стороны, мы работаем, мы выдавливаем. Мы взяли у него, в следующий раз он пришел, пришел другой пациент, мы берем у него PH слюны, а вы знаете, что PH слюны, оно коррелируется с PH кровью. Взяли, провели манипуляции, снова PH крови, и что мы видим? Закисление. То есть мы, работая с животом, выдавливаем огромное количество форменных, застоявшихся элементов в кровь, в кровяное русло. И кровь, и наш организм начинает их утилизировать. Но на следующий день, если взять кровь, посмотреть, то это кровь другого человека, резко изменяются ее показатели. Вообще, раньше считалось, что те же эритроциты, это безъядерная клетка, да? То есть только у птиц считалось, что там ядро. Но когда появились современные микроскопы, то сейчас выясняется, что эритроцит тоже имеет ядро. И этот эритроцит тоже поражается и вирусами, и хламидиями, и урёплазмой. Чем только он не поражается. И вот когда этот пораженный форменный элемент появляется в крови, начинается агрегация. И плюс ещё создаётся условие закисления. То есть создание определённой среды. И вот на этом-то фоне и возникает тромбоцитопения различная, и нарушение кровоснабжения. И поэтому-то для нас стало ясно, что когда мы манипулируем, когда мы улучшаем, мы выдавливаем эти сосуды, и к тому же мы сдвигаем орган, устраняя вот это натяжение. То есть представьте, если у нас желудок сдеформирован, если он опущен, он натянул сосуды, в том числе сосуды поджелудочной железы, всё, считайте, что это проблема для медицины нерешаемая. Потому что если у вас панкреатит, откройте учебник, вы посмотрите, это на всю жизнь. Если у вас хорецистит, откройте учебник, это на всю жизнь. И вот вопросы никто не задает, а почему это на всю жизнь? А почему? Так вот, ответ один. Из-за того, что наша задача с вами всё это вернуть в исходную ситуацию, выдавить, а ведь мы так устроены, кстати, сколько жидкости можно влить мёртвому человеку в сосуды, знаете? Ну, сколько он подел? Ну, да. У живого 5,5, да? А у мёртвого, оказывается, 30 литров. Это говорит о том, что огромное количество запасных сосудов, которые присутствуют в нашем организме. То есть огромное количество коллатералей и анастомозов. Ведь что происходит? Если у нас, мы оторвали, или природа нас так предусмотрела, какое-то животное откусило у нас руку, да? У нас не должно быть кровопотери. То есть включается коллатерали анастомоза между артериями и венами, и кровь замыкается. А здесь болевой шок, за счёт чего идёт смыкание. И я говорю, я бросил охоту после чего? После того, как выскочил заяц, я скинул ружьё, стреляю, отстрелил заднюю ногу. Заяц бежит, верещит, как ребёнок. Я со второго ствола стреляю, отбиваю вторую ногу ему. И вот он прыгает на двух ногах, но дело в том, что крови нет. Он бежит, ноги отстрелянные, верещит, как ребёнок, и скачет на своих ногах, хорошо, лиса спасла положение. Гнали ещё лису, лиса пожальничала, пробегала мимо, она схватила этого зайца и побежала дальше. И после этого я ружьё повесил и пошёл на листочки смотреть. Всё, для меня охота уже закончилась, мне жалко стало. Ну и вот, и в принципе-то вот эти запасные сосуды, и ведь когда мы с вами тренируемся, бегаем вдоль забора или там по спортивному залу, мы тренируем только сосуды. Как только перестали тренироваться, сосуды спали, всё закрылось, всё вернулось в исходную позицию. И в то же время, когда мы начинаем надавливать, смещать, мы что делаем? Надавили, убрали спазм. Но ведь там попал и сосуд, мы его передавили, здесь создалось дефицит давления, а здесь избыточное давление. Это избыточное давление промывает другой сосуд. И получается так, что манипулируя на животе, мы включаем, закрываем, открываем разные сосуды. И открывая, включая вот это сосудистое русло, мы имеем возможность повоздействовать на гемодинамику, на кровоснабжение. И вот это-то как раз и положительно во всей нашей практике. Ну вот, и конечно, существуют какие-то частные случаи, частные реакции на вот те, у кого-то бывает так, вот только поднадавили, тут же раз спазм ушёл, боль исчезла. То есть отёк моментально ушёл. А у кого-то поддавил, ждёшь минута, полминуты, а боль стоит. И чаще всего такие люди, это люди, которые прошли мощную терапию лекарственную. Чаще всего это люди, прошедшие химиотерапию. Это пролечившиеся во многих, или принявшие огромное количество антибиотиков. У них сбиваются вот эти системы. То есть механизм ощущения боли, восприятия и механизм снятия отёков, он почему-то нарушается. И вот здесь-то возникают различные проблемы. В каком отношении? Наши проблемы. Потому что нам дольше приходится заниматься с этим пациентом. Ну и самое благоприятное, самое приятное – это работа с детьми. Вот поверьте, вот у них отёки убираются очень легко. То есть все эти загибы, перегибы, перетяжки – это всё условности. Когда вы начинаете работать, и не бывает излишней длины кишок. Этого просто не бывает. Потому что в каждом организме как бы своя система. И вот представьте, сколько листочков на дереве. Сорвите листочек. Вы не найдёте одинакового. Казалось бы, листья похожие. А вот сорвите и посмотрите. Вы не найдёте похожего. Это на тот случай, если подул ветер, часть листьев улетела. Солнце – часть листьев обсохло, другие остались. Буря или холод – часть листьев погибло, другие остались. То же самое. И вы увидите, что ни одного человека одинакового не бывает. Сколько на ваш стол не ляжет, все разные. У одного огромное сердце, у другого маленький желудок. У другого, наоборот, огромный желудок – маленькое сердце. У третьего или пятого – огромное лёгкое. Маленькое сердце. И вот эти все вариации природа делает на тот случай, что если что-то произойдёт, часть людей должна погибнуть, а часть выживет. Если, предположим, дефицит кислорода, одни погибли, другие всё равно остались. Если дефицит, если голод, то одни погибли, другие остались. Если холод, одни погибли, другие остались. Жара – это всё вариации природы на окружающее пространство. И поэтому-то одинаковая, казалось бы, одинаковая таблетка, вот этому она помогла, то это не значит, что она поможет другому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова